Доброе утро, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на нашей конференции. Я буду сегодня говорить о преимуществах химиотерапии. И начнем с того, что актуальность проблемы терапии меланомы сложно переоценить, так как особую социальную значимость передает высокая смертность. Ведь меланома составляет 4% из всех заболеваемости, но до 80% смертельных исходов. Традиционным подходом в течение полувека в лечении меланомы являлись монохимиотерапия, биохимиотерапия и иммунотерапия. Спектр цитостатиков, используемых в однокомпонентных и комбинированных режимах химиотерапии, представлен алкилирующими агентами, производными нейтрозом очевидной и винкоалкалоидами. Ни один цитостатический препарат не доказал преимущества перед акарбазином. Эффективность монотерапии, как правило, не превышает 20%. Длительность ремиссий, по данным исследований, не превышает 5-7 месяцев. Декарбазин занимает лидирующее положение в нашей стране в связи с доступной стоимостью. Также декарбазин очень удобен в применении. Существует 5-дневный, 1-дневный режим, однако 1-дневный режим более удобен, но эффективность их идентична. И даже в небольшой группе пациентов, у которых мы можем видеть невысокий эффект, до 20%, мы видим эффекты при метастазах кожи, подкожно-жировой клетчатке, мягкие ткани и в лёгких. Следующее поколение производных имидозолокарбоксамида – это темодал. Отличительной особенностью которой является способность легко проникать через гематоэнцефалический барьер и накапливаться в ткани опухоли. Также он удобен в применении в связи с таблетирным приёмом. Однако сравнения, которые проводились по изучению эффективности декарбазина и темодала, не выявили значительно различий по частоте объективного ответа, времени до прогрессирования и общей выживаемости. Следующим препаратом явился фотомустин, на который возлагались большие надежды, но не выявлены различия по медиане без прогрессирования, по общей выживаемости. Однако частота общих ответов была в два раза выше, что достаточно немаловажно для наших больных, так как уменьшение размеров очагов и их симптомов положительно влияет на качество жизни пациентов. С развитием цитостатической терапии в 80-90-х годах были разработаны режимы полихимиотерапии, которые достигали объективного ответа до 48%. Это схема Дартмут, CVD, Болт. И проводились клинические исследования по сравнению полихимиотерапии с декарбазином, в которых было выявлено, что нет отличий по общей выживаемости, однако есть небольшое увеличение общего ответа. Дальнейшие попытки усиления эффективности химиотерапии были проведены с помощью включения томоксифена. В первых исследованиях, это в 92-м году, была выявлена значительная эффективность декарбазина с томоксифеном перед декарбазином с увеличением медианной выживаемости объективного ответа, но в более поздних исследованиях не было выявлено статистически значимых различий по общей выживаемости, а также по частоте объективного ответа. Одно из последних исследований, единственных в мире, по изучению на поклитоксилового сравнения с декарбазином в первой линии, показалось, что частота объективного ответа идентична, составляет 5-11%. На поклитоксил показал себя достаточно с хорошей стороны при лечении рака молочной железы. И также не выявлено было различий по медиане общей выживаемости, однако время до прогрессирования было в два раза выше, чем при использовании декарбазина, что не отрицает использование данной схемы. Корейское исследование изучения химиотерапии во второй линии после провала декарбазина выявило, что использование доцитоксилового карбоплотина может показать общую выживаемость до 9 месяцев. Дальнейшей попыткой усиления эффективности... Простите, пожалуйста. У нас в России в институте Блохина проводится исследование по изучению эффективности второй линии химиотерапии по клитоксилового карбоплотина у пациентов с метастатической меланомой рефрактерным брафоингибитором. Выяснилось, что те пациенты, которые ранее получали и были рефрактерны к данному виду лечения, они лучше отвечали с увеличением объективного ответа и с увеличением медианы до прогрессирования в два раза. Продолжается данное исследование. Дальнейшей попыткой усиления эффективности было развитие биохимиотерапии. Здесь на слайде целый ряд исследований, в которых мы видим увеличение объективного ответа в исследованиях Розенберга, Итона, а также увеличение общей медианы выживаемости в исследовании Итона. Однако в более поздних исследованиях Ханкинса мы не видим достоверно статистической разницы по медиане выживаемости, в связи с чем биохимиотерапия не вошла в стандарты терапии меланомы. И по результатам 18 рандомизированных исследований выявлено, что биохимиотерапия достоверно повышает частоту объективных ответов, но ассоциируется с гематологической токсичностью, в связи с чем, несмотря на все попытки идентифицировать химиотерапию, основным стандартным методом остался дакарбазин. С появлением новых направлений в терапии меланомы, конечно же, выросла и токсичность. В сравнении с виморофенибой и дакарбазином мы видим, что качество жизни пациентов на таргетной терапии достаточно более страдает, чем при монохимии дакарбазином, что требует специальных подходов, использования сопутствующей, поддерживающей терапии, а также необходимость более тщательного обследования пациентов до назначения таргетной терапии сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. И вот при использовании эпилемумаба также существует своеобразная токсичность, вплоть до летальных исходов пятой степени, которые требуют использования специальных средств, специальных антидотов, которые требуют больших расходов. И мы не можем сказать, что у препаратов-чекпоингибиторов существует стопроцентная эффективность, и, к сожалению, часть пациентов вынуждена прекратить лечение. Что делать с такими пациентами? Назначать химиотерапию. Таким образом, в нашей стране химиотерапия занимает достаточно актуальное место, лидирующее положение в связи с доступной стоимостью препаратов, в связи с менее выраженной токсичностью в сравнении с чекпоингибиторами, а также химиотерапия является альтернативой для поздних линий терапии пациентов с метастатической меланомой. Спасибо за внимание. Мы сейчас предоставим слово Светлане Анатольевне, которая будет возражать дилерам Хамидовне, но я хотел спросить, мы, собственно, вопросы, когда будем? Вот там уже кое-кто тянет руки. Сразу. Ирина Александровна, пожалуйста. Уважаемая Анатольевна Мухамидовна, очень интересный доклад, особенно утром, после вчерашнего дня, после докладов, которые вчера были изложены диагностика, адевантное лечение меланомы. И вот вчерашний день настроил вообще на такой рабочий настрой. И не в колуарах, а хотелось вот задать вопрос для аудитории. Учитывая огромный опыт отделения, в котором вы работаете, пациенты, которые получали эпилемумаб, были переведены на химиотерапию. Какие ответы, были ли ответы после эпилемумаба на химиотерапию? Или наоборот, химиотерапия, которая имела эффект или не была эффекта, и был эпилемумаб. Вот такие комбинации. Есть ли у вас такие наблюдения? Спасибо. Да, спасибо, Ирина Александровна. Да, конечно, мы использовали химиотерапию пациентов после провала или завершения терапии эпилемумаба. Конечно, наш опыт также идентичен, как и по данным зарубежных исследователей, что эффективность, да, существует, но достаточно невысокая. И продолжительность, конечно, эффекта, она также невысока, где-то 5-7 месяцев, до 8 месяцев. По поводу вопроса химиотерапии с дальнейшим назначением эпилемумаба, ну, это, конечно, как во всем мире проводится, это проводилось, конечно же, в нашем исследовании, об этом будет речь позже, что мы, конечно, достигли хороших результатов также. Но мы не исключаем, конечно, химиотерапию, и химиотерапия у нас идет также, как основное направление лечения меланомы. Одно из основных. Спасибо. Да, Анна Игоревна, пожалуйста. Спасибо большое за сообщение. Хотела уточнить, в первой линии терапии все-таки вы рекомендуете использовать монотерапию докорбазином или комбинацию из мистических препаратов? Спасибо. В первой линии по результатам исследования необходимо использовать монотерапию. Спасибо. Я думаю, все-таки мы предоставим слово Светлане Анатольевне. Спасибо.